А я их раздражаю, а больше не знаю, ну как уж. Здравствуйте, а можно в канцелярию пройти? Какую? Ну, в общем. А что они там, можно было? Давно? А с чем это связано? Это связано с... Ты второй адрес взял? С пропускным режимом. Ну а раньше? Нет, так пропускной режим подразумевает показать документ. Мы покажем документ и пройдем. А кто такое распоряжение выдал? Каким законом это запрещено? Здравствуйте, можно к вам обратиться? Да. Можно к вам обратиться? Скажите, а почему нельзя пройти в канцелярию? Сейчас к вам выйду. Нет, вы можете ответить? Я выйду к вам сейчас. Почему нельзя пройти в канцелярию? А где можно... Вам сейчас выйдут, все объясняют. Вы мне руку хотите засунуть? Закройте, пожалуйста. Вы хотите мне поломать руку? Закройте руку. Вы можете объяснить, почему в канцелярию нельзя зайти? Вам сейчас прибудут и все объясняют. Вы можете ответить? Вы уполномоченный лицо или нет? Я не уполномоченный лицо. Вы не ответили. Ознакомьте бумагами, пожалуйста. Вы от меня что-то просите? Представьтесь. Вы посадоваться. Вот. Вы мне делаете больно. Уберите руку. Вы меня просите? Представьтесь. Закон Украины о милиции. Пожалуйста, представьтесь. Представьтесь, почему вы ушли. Так можно заходить или нет? Вы из канцелярии? Нет. Я встречаюсь. Она спустится и поведет сюда. Хорошо. Екатерина. Вот. Иногда можно зайти. Смотрите. Даже документы никто не взял. Туда-сюда гуляем. Я сейчас здесь не буду. Мы тут остаемся, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Можно еще раз с приказом ознакомиться? Этот. Какой это закон? Статья? Эта. 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 Ну, вытяг это. С какого закона? Покажите, пожалуйста. Затверджи. То есть, это приказ начальника РОВД, да? Да. Ну, а закон Украины что гласит? Закон Украины о милиции. Есть там такое? Это распоряжение законное? Что выше? Закон или приказ начальника РОВД? Что? Я вас плохо слышу. Вы так тихо разговариваете? Вы такой скромный какой-то. Вы на приеме? Нет. А кто на приеме? Когда прием? Все так боятся, непонятно чего. В канцелярию хотим попасть. Нас не пускают. Никакой не пускают. Никакой не пускают. Никакой не пускают. Сейчас говорить. Ну и значит, переставленный участок. Это на каком? В каком законе написано, что я должен подавать запрос через дежурную часть? В коридор. Статья закон, ну. Можете назвать? Ну, вы майор, то есть вы закон знаете? Сотрудник канцелярии спускается, принимает заявление о вас. В коридоре? Да. А почему? В приемных граждан? Ну, то есть в канцелярии нельзя подать. Потому что заходить нельзя. А для чего канцелярия? Разрешите. 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 Каким законом? Где написано? Нельзя в канцелярии. Давайте, не будем конфликтовать. Сейчас спустится сотрудник канцелярии, примет заявление, даст вам номер регистрационный, все зафиксировано. Нет, просто я не пойму, почему сотрудник канцелярии должен бегать? За день сколько людей приходит к каким-то вопросам? Почему сотрудник бегает постоянно? Это нерациональное использование рабочего времени. Вы согласны? Вы понимаете, дело в том, что сюда приходит много. Есть задержанные, приглашенные. Да пусть сидят. Понятно. Для этого есть дежурник. Пропускной режим. Он записал. Вызовет сейчас сотрудника канцелярии, она за вами спустится. Вы мне не можете ответить, каким законом и какой статьей запрещено проходить в канцелярию? Это режимное подразделение. Я понимаю. Подожди, подожди. Не запрещено. Не запрещено. Это режимная часть территории, да? Мне показали... Где это написано, что это режимное? Как ознакомиться? Это вы сказали? Вам поверят? Или вы придумали? Подразделение милиции. Смотрите. Подразделение милиции. Мне такой дежурный показал приказ начальника РОВД, что граждане проводятся в канцелярию в сопровождении посадовой усобы. Вы посадовая особа? Вы зарегистрировали. Вы посадовая особа? Проведите меня в канцелярию, пожалуйста. Я не хочу. Почему вы должны бегать? Вы должны находиться на своем рабочем месте. Посадовая особа должна меня провести к вам. Так согласит приказ начальника РОВД. Чётowie, проведите посадовую особу. Вам нужно зарегистрироваться. Посадовую особу дайте, чтобы меня провели в канцелярию. 这个人 не должна бегать. Почему, ничего вы в брат card? Потому что она должна бегать. Почему женщина должна бегать по 20 раз? Записать нас уже не надо. Нет, вы не будут записывать наш документ? Вот записывает молодой человек. Вы сказали, пройдем. Я говорю, записывает молодой человек, пройдите, пожалуйста. Нажми кнопку. Нажми кнопку. Вы только что говорите о режимном объекте, и только что вы нас собираетесь, собирались пропускать, не посмотрев наши документы. Какой же это режимный объект? Вы старший по званию отдали приказ младшему по званию «Проведи». И он собрался выполнять ваш приказ, не удосужившись посмотреть наши документы. Кто мы такие? Да. Вот висит ваш документ, пресс. Только что вытащили. Где можно ознакомиться с тем, что вот эта территория является режимным? Где это написано? У дежурника. У дежурника. Зачем вам? Не хочу вам говорить. Это персональные доны, защищены они? То есть обычно граждане не пропускают, пока не поднимешь скандалы, только тогда есть возможность зайти. Проведи, пожалуйста, людей. Проведи, пожалуйста, людей. Скажите, вот вам нравится тут бегать постоянно? Одно из них я могу это взять? Да, одно мне, другое вам. Вы же вот так вот в день, по сколько раз бегаете туда-сюда, вниз, вниз, вверх? Или необходимость? Ну так, необходимость вы должны сидеть на своем рабочем месте, они должны проводить к вам граждан. Скажите, пожалуйста, такая необходимость, она где-то записана какими-то нормативными актами? Даже ваше множество. Есть служебное телеграмма управления о том, что в связи с сложившейся ситуацией на режим на структуру объект, желательно, чтобы просто люди не имели вольного доступа, поэтому... Так, вольный доступ для этого там сидит постовой, чтобы он смотреть документы, который, ну, кто гражданин, какой проходит, с какой целью. А вы вот, ну, когда принимаете, вы не сверяете, да, с документом человека, который подает? Если вы сюда пришли, вы, наверное, документы уже предъявили на одном режиме? Ну да, но если я предъявил там документ Петрова, а запросы у меня указаны от, например, там, Сильванова, Сильванова. То есть вы считаете, что я должна еще проявить документы? Нет, я просто, я не знаю. Я могу проверить документы, просто если на пропускном сидит сотрудник милиции, он не смотрит у меня запрос, он смотрит личность. Он фамилию смотрит, там записывает, от этого достаточно. Хорошо, спасибо тебе, Сильванова. Саша, стой, 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 стой. Сопроводим к начальнику. А почему с нами нету никого? Почему нас никто не сопровождает? Слева. Представьте, я журналист газеты Верховен Ольга. Да, Верховен сопроводим. А что, нету? Вообще трубы нету никого. Можно ответить на звонки. Вот такой вот у нас пропускной режим оказывается в Приморском районде. То есть свободно можно прийти в приемную, можно посидеть, можно позвонить, можно зеркало взять, причесаться, сверить часы. То есть свободно доступно сюда. Можно. Здравствуйте. Владимир Михайлович, я журналист газеты Верховен сопроводим. Смотрите, мы к вам сюда зашли спокойно, без никаких препятствий. Нам на низу рассказывали, что это у вас называется режимный объект. Присадь, пожалуйста. То есть мы по территории райотдела ходим спокойно, никто нам... Не сопровождает. Да. Ну, присадь, пожалуйста. Не, я постою, вот, общайтесь. У нас вот такой вопрос. Мне интересно. Пришел подать запрос. Да. Меня не пропускали в канцелярию. Да. Вы им сдавали такой приказ, что нельзя гражданам подниматься в канцелярию? Что значит гражданам нельзя подниматься? Любой гражданин, если он приходит в рабочее время, если сотрудник канцелярии находится на своем рабочем месте, он перезванит, естественно, человек поднимается. Говорят, кто не. Если нет, значит, сотрудник канцелярии спускается вниз и в коридоре принимает. Вы оставляйте, пожалуйста, запрос, мы рассмотрим, изучим и вам ответим в законный термин. Я не вижу проблем. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Вот такая система пропусков в канцелярию Приморского района. Отделение милиции. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова